В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска совершено освящение большой партии путевых икон Божией Матери «Старорусская» для передачи воинам в зону специальной военной операции, чьё освящение совершил митрополит Новосибирский Ебердский Никодим. В первые дни календарной зимы на Вознесенском кафедральном соборе молились о русском воинстве, о тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, кто защищает мир и добро. За богослужением митрополит Новосибирский Ебердский Никодим в сослужении духовенства Новосибирской епархии совершил чин освящения пятитысячной партии икон Божией Матери «Старорусская». Это древний и редкий образ Богородицы. Мы все вместе переживаем за наше святое русское воинство. Мы молимся о тех ребятах, которые достойно исполняют свой воинский долг. Мы всемерно, дружно их поддерживаем, поддерживаем членов их семей. И вот ещё вот такой вот дар. Дар от нас всех, нашим воинам. Освященные иконы Божией Матери Старорусские. Мы просим Божию Матерь, Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси и наших воинов, защити и укрой их покровом своим. Первая партия икон будет передана воинам-сибирикам 41-й армии. И не случайно для передачи бойцам был выбран именно этот образ. Ещё весной по просьбе мамы воина-новосибирца Михаила Петелина общественно полезным фондом «Гавань веков» ему была передана такая икона. В скором времени буквально спасшая бойцу жизнь. В конце лета наша съёмочная группа встречалась с Героем России, проходившим курс реабилитации после ранения. У меня было две иконы. Это икона Михаила Архангела и Старорусская икона. И при выполнении крайней боевой задачи эти иконы находились у меня. К сожалению, икона Михаила Архангела разбила на правом предплечье у меня были. Старорусская икона осталась жива в целости сохранности. История чудесного спасения воина имела продолжение. Перед отправкой в госпиталь Михаил передал спасительный образ заменившему его командиру. И вновь было сотворено чудо. Икона, находившаяся в бронежилете, спасла жизнь ещё одного офицера. Я считаю, что для города, для военнослужащих, для нас всех с вами это большое статистическое событие. Потому что сегодня совершилось чудо. А для меня это неподвиженное чудо. С марта месяца у нас это событие сожжёт в сердцах. Потому что при благословении нашего героя Михаила так получилось передать ему старинную икону Старорусской Богородки за 1881 год. И уже в мае позвонила мама и сказала, что икона творит чудеса. С верой в Бога, с любовью своей Отечественной, при его победе. По заверению руководителей фонда «Гавань веков» будет выпущен новый тираж. Заявки поступают из других воинских подразделений. Ведь во все времена Пресвятая Богородица выступает как защитница и помощница русским воинам. И это проходит через всю российскую историю.